Здравствуйте! История Осирия Ахименидская Осирия 549-330 до н.э. Ахименидская Осирия После того, как медяне были свергнуты персами как доминирующая сила в Древнем Иране, Осирия находилась под властью Персидской империи Ахименидов, как Атура, с 549 по 330 год до н.э. С.М. Ахименидская Осирия Между 546 и 545 годами до н.э. Осирия восстала против новой персидской династии, узурпировавшей предыдущую медийскую династию. Восстание вокруг Теореха было в конечном итоге подавлено Киром Великим. Осирия, кажется, резко оправилась и процветала в этот период. Он стал крупным сельскохозяйственным и административным центром империи Ахименидов, а его солдаты были опорой персидской армии. Фактически, Осирия даже стала достаточно могущественной, чтобы поднять еще одно полномасштабное восстание против Персидской империи в 520-519 годах до н.э. В Перси провела столетие под ассирийское господством, первым правителем Ахимян и его преемников. Будучи вассал Ассирия, и ассирийское влияние можно увидеть в ахименидах искусства, инфраструктуре и управлении. Ранние персидские правители считали себя преемниками Ашурба-Непала, а месопотамский арамейский язык сохранялся в качестве лингва Франка империи более 200 лет, а греческие писатели, такие как Фукидит, до сих пор называли его ассирийским языком. Ниневия так и не была восстановлена, и спустя 200 лет после ее разграбления Ксенофон сообщает лишь о небольшом количестве ассирийцев, живущих среди его руин. Наоборот, древний город Ассур снова стал богатым и процветающим городом. Сирийский язык и сирийское письмо возникли в Ассирии в 5 веке до н.э. Спустя 5 веков они стали иметь глобальное влияние в качестве литургического языка и письменности для сирийского христианства и сопутствующей сирийской литературы, которая также появилась в Ассирии, прежде чем распространилась на Ближнем Востоке, в Малой Азии, на Кавказе, в Средней Азии, на Индийском субконтиненте и Китай. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok